Нина Ивановна Костюченко приготовила очередную партию гуманитарки на Донбасс. Здесь одежда, продукты питания и лекарства. Эти тёплые носочки женщина вязала сама, для деток Новороссии. Она знает, что значит прятаться в подвалах от бомбовых ударов. Знает, как это, когда совсем нечего есть. Я росла в большой семье. И вот эти военные голодные годы, мне вот они по сегодняшний день перед глазами стоят. Послала мама меня, пятилетнюю, получить паёк этот. И я вот несла вот этот маленький кусочек. А у нас семеро ещё этих самых ребят было. И мне вот это я не могу даже, не могу вот это всё даже в голове своей перемешать. Вообще представить, как это можно оставить голодных и стрелять в упор на этого ребёнка, который там на площадке был, или в больницах. Вера Ивановна обучает вязанию своих правнучек. Девочки очень стараются и говорят, что к отправке следующего груза обязательно что-нибудь свяжут детям Донбасса. Я сейчас вяжу, шью, буду шить, буду отправлять с бабушкой. Мне кажется, что это очень плохо, что с ними такое делают. То, что они живут в подвалах сейчас, что им не дают еды голодные. Я хотела бы, чтобы там был мир, чтобы там никогда не было ещё войны. Сёстры подвальные собрали для детей Донбасса книги и игрушки. Следующий гуманитарный конвой из Севастополя в Новороссию отправится через три недели. Маргарита Пронина, Александр Листопад, Севинформбюро.